итак друзья всем добрым людям доброго дня всем остальным всего остального ну и немножко меня в кадре с вами опять видео дневники яхта даниэла сегодня я буду делать обзор своей яхты немножко расскажу о том где я ее покупала предыстория о недостатках о ее достоинствах пройдемте по палубе и заглянем внутрь полное название яхта сирена джип се 100 и как видим из названия ее длина 10 метров или 33 фута ширина по миделю три с половиной метра высота мачты 11 метров вооружение парусная классическая шлюп лодка длиннокелевая руль со скегом мотор перкинс 50 лошадиных сил основной причиной того что мы выбрали именно эту лодку из многих других послужило два фактора во первых она с 1984 года со дня своего изготовления находилась всего лишь в одних руках владелец немец хранил каждую зиму вынимал и хранил сухом ангаре ну и второй очевидный фактор это жесткий верх так называемый артоп он конечно перевесил все минусы этой лодки которые также в ней имеются о них я вам расскажу как театр начинается с вешалки так и посещение любой яхты начинается с трапика над конструкции над его конструкция я долго работал в конце концов черногорский сварщик сварим не вот такой вот удивительный шарнир этот же сварщик не варил купальную платформу поскольку яхта была до этого находилась на севере здесь просто был здесь просто была лестница которая позволяла спуститься с яхты в море но для черногории такой вариант не прокатывает купальная платформа обязательно нужна я долго тоже думал над его конструкции в итоге получилось то что получилось варили мы ее долго и упорно и за это время я даже выучил черногорский язык и более того заговорил на нем но сейчас я доволен этой конструкции доволен на то что получилось единственное что владелец марины когда увидел мою яхту с этой купальной платформы сказал о здорово у тебя яхта увеличилась на два фута надо будет пересчитать тебе цену стоянку ну и финальным элементом трансовые этой всей платформы купальной явилась вот эта купальная лестница тот же сварщик не и делал я долго ее прорисовывал в итоге он мне приварил вот эти вот элементы она ставится легко так она опускается так фиксируется конструкция получил вполне рабочая мне она очень нравится также на транце у меня висит на леерах спасательный плотик и крепление для финдеров с изготовлением этой купальной платформы у меня появился легкий доступ к открытию автономки заправки топливного бака и водяного ну что ж welcome aboard друзья пройдем дальше и вот мы попадаем в кокпит нашей лодки и здесь как я повторюсь начинается недостатки с которыми просто невозможно бороться которым надо привыкнуть этот жесткий верх высота его вот смотрите мой рост метр восемьдесят пять соответственно высота хардтопа наверно наверно метр семьдесят где-то и с этим я так этому привык а после третьего наверное четвертого касания но гости так или иначе всегда сталкиваются ну и потом у меня еще стояла непростая задача когда я закрывал полностью кокпит тентом мне хотелось соблюсти пропорции чтобы он не так сильно выделялся над этой крышей чтобы стороны это как смотрелось гармонично вот эту перекладину я сделал ровно под свой рост я здесь прохожу свап спокойно и немножко увеличил на выход чтобы не приходилось сильно нагибаться когда сюда заходишь поскольку вот этот тент я все-таки при выходе в море я уберу а это конструкция она полностью останется здесь что я этим добился у нас появилось еще одно теплое помещение на яхте достаточно просторное в кокпите здесь скажем так спокойно могут может уместиться 8 человек ну и комфортно 6 включая капитана но еще одна особенность этой лодки то что у нас привычно в середине кокпита нет штурвала капитанское место расположено справа по борту капитанского места открывается вот такой обзор все приборы ручка управления газом приборы мотора копите у меня находятся две лебедки слева и справа управление с такселем гены и также выведена проводка гика шкод правления за особенно что еще здесь интересного вот тут мы видим газовый баллон также здесь находятся очень объемные рундуки в одном у меня лежит велосипед купальная платфу купальная лестница доступ к баку шкодовое хозяйство сюда же убирает убирается планшер здесь же находится автономка здесь ручная помпа здесь я сделал душ летом без него нельзя никак здесь находится еще один рундук тоже очень-очень вместительный он и туда и туда свободного пространства достаточно много но из кокпита пройдем на палубу посмотрим что там есть интересного все управление гротом на мачте здесь лебедки сейчас грот у меня снят заказал себе лези бэк он должен на днях не привезти его также на крышу рубки я установил солнечную панель 150 ватт на холодильник и на автопилот не ее хватает но конечно хочется еще одно скорее всего в этом сезоне и и поставлю сюда вот метеостанция спина киргик якорь площадка для релакса ну и якорное хозяйство ручной брашпиль цепь спереди рубка такая абсолютно самолетная ну и люки носовое каюту туалет камбус одна пара краспис и отражатель там висит ну и вот кстати вот так вот выглядят черногорские виньетки как я уже говорил с капитанского места очень хороший обзор по ходу яхты но еще нельзя не отметить что когда мы на ней попали в шторм все полностью облачились в штормовые куртки зарифились и ждали когда же мы будем мокрые но этого так и не случилось хардтоп нас защищал от ветра от брызг и был вполне комфортный яхтинг что на обычной на классической яхте конечно великая роскошь не могу сказать что это яхта моторс является моторсейлером в чистом виде но нечто среднее между моторсейлером и нормальной яхты кстати как выяснилось под парусами она идет достаточно хорошо то есть я конечно не люблю гоняться там или еще что-то выжимать какие-то мили но тем не менее при хорошем ветре 67 узлов она делает спокойно но теперь наступил очередь пройти в каюту еще одна особенность отличительная особенность этой лодки что у нее очень широкий вход в каюту и такие такой вход можно обнаружить на яхтах 40 50 футов размеров вниз не везут всего лишь три ступеньки спускаться можно как передом так и задом крышку планшета и головой не задеваешь это происходит удобно моя камера камера телефона вряд ли передаст весь объем каюты но поверьте его достаточно здесь англичане называют такие лодки форту то есть для комфортного проживания на борту вдвоем моя любимая с этим вполне согласна и выбор наш естественно одобряет но и также в каюте мы видим еще одну конструктивную особенность которой мне приходится мириться при моем росте метр восемьдесят два потолки видите небольшие примерно в среднем наверно в каюте высота в каюте метр восемьдесят пять от этого конечно никуда не денешься и мне приходится мириться но с моим возрастом с моим ростом извините достаточно но если бы было чуть-чуть побольше то вот тогда бы я бы вряд ли взял эту лодку далее переместимся на камбус наверное о нем вам будет рассказывать ирина мой старпом еще раз помашем ей руками ира привет дорогая давай рассказывай нам про свое хозяйство извини я вам расскажу про нашу кухню по яхтенному камбус начнем с чего есть у нас такая плита замечательная плита убирается и двухкомфорочная плита и духовка плита у нас подвешена чтобы можно было что-то готовить и вкачку есть у нас здесь еще такие шкафчики здесь мне бакалея сахар кофе крупа вкусняшки всякие петли закрываем холодильник на многострадальный теперь и новый гречо нами любимый вмещает много всего нам хватает здесь такие у нас ящички есть приборы лежат ножички нас ящик под хлебницу хлеб шоколадки внизу сам холодильник агрегат она часть на кухне любимая мужем кофемашина чайник здесь у нас тарелочки чашечки стаканчики рюмочки раковина новый кран нас такой замечательный мне очень нравится пакеты с пакетами куда же без них даже на лодке есть кают компании расположен капитанский столик но честно вам признаюсь что капитанский столик не сильно удобно если я что-то работаю сижу за компьютером то я все равно сажусь за обеденный стол поскольку здесь нету нормальной спинки там если сесть что-то записать это вполне подходит но если долго сидеть работать то без спинки конечно эта проблема большая капитанский столик здесь есть такое деление но еще от прежнего владельца досталась вот такая вот такой бардачок но это действительно бардачок панель управления здесь находится у нас а из магнитола в общем все как обычно на всех яхтах здесь информация по яхте вся документация по всем приборам журнала газета бинокль но есть еще у меня вот такая библиотека яхтенную небольшая любое яхтяное пространство свободно используется под ящички под здесь у меня лежат инструменты здесь какой-то барахлишко в общем все-все-все-все-все-все заполнено дальше по ходу пьесы мы попадаем наш туалет душевую здесь собственно ничего нового мы не увидим зеркало прокачной унитаз опять же шкафчик моя лежит бритва все остальное бритва и шампунь все остальные баночки и скляночки это моего старпома здесь розетка на 220 есть душ мы принимаем также здесь вот таким вот образом внизу у нас стоит помпа ну и дальше мы попадаем нашу каюту нашу где мы спим здесь также есть шкаф 10 полки длина каюта это где-то 230 может быть потому что вот это вот одеяло но два метра два на два скажем так и вот такой вот вид у нас спальня открывается ну и вторая наша каюта так называемая гостевая чаще у нас используется под подклад сейчас мы здесь видим бумагу спиннинги здесь же стоит обогреватель с помощью которого мы греемся в этой каюте у нас висят непромоканцы стоит термос напитки какие-то стоят ну и здесь же есть еще раковина гостевая такой вот вид кают компанию еще одно место куда мы не заглядывали это моторный отсек доступ моторный отсек на нашей лодке с двух сторон возможен это из кают компании и сверху открывается крышка капота конечно не хватает при обслуживании мотора мне не хватает доступа вот особенно с правой стороны где расположен топливный насос слева доступ к фильтрам мы вполне себе так сойдет из особенностей этого мотора он 50 лошадиных сил 1760 объема него 44 цилиндра для нашей лодки вполне хватает здесь же моторном отсеке стоит у меня бойлер там стоят аккумуляторы здесь фильтр коробка вал линия ну что ж друзья вот такой получился обзор если что-то где-то я забыл вы всегда можете в комментариях задать свои вопросы я с удовольствием отвечу на них но и в заключение добавлю что эту лодку мы покупали в германии как я уже говорил на ней мы прошли вокруг европы европы ушли по рекам и каналам франции если у кого-то будут вопросы именно по франции вы также можете их задавать мы с удовольствием поделимся с вами своими лайфхаками лодка показала себя только с отличной стороны особенно нам понравилось ходить на ней в шторм закрытая рубка это нечто ты сидишь всегда сухой сидишь в комфорте ну на самом деле оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал задавайте свои вопросы всегда с вами видео дневники всего доброго